Мы бы хотели отметить, что кандидат поступил неправомерно. Согласно данному закону, поставить голос за свое выдвижение нельзя, так как кандидат является непосредственно заинтересованным лицом. Вот так в городском округе Щелково проходил третий этап областной олимпиады старшеклассников по избирательному праву и законодательству. Команды из 16 муниципалитетов вышли в финал, где должны были в рамках видеоконференции ответить на вопрос по теме. Жюри состояло из сотрудников Министерства образования Московской области, представителей научного сообщества и МОСОБЛ Сбиркома. В каждой команде было по три или четыре человека, представители от 9, 10 и 11 класса. На решение поставленной задачи школьникам давалось ровно две минуты. Ребята из нашего округа хорошо подготовились, но, к сожалению, не вошли в тройку лучших. Читала материалы из сайта Центральной избирательной комиссии. Я читала федеральный закон номер 67, 19 и 20 так просматривала. И мы очень много занимались втроем, командой. Мы понимали большинство вопросов, но за исключением только нескольких. Поэтому мы можем оценить свой уровень подготовки очень высоко. Просто невозможно знать все законодательство. Стоит отметить, что судьи прежде всего обращали внимание на такие критерии, как последовательность изложения, грамотность выступления, соответствие ответа с заданной темой, а также оригинальный творческий подход. Я считаю, что вообще знать о правилах избирательного законодательства должны все, потому что мы все граждане России должны участвовать в этом процессе осознанно. Победителем Олимпиады стали старшеклассники из городского округа Коломна. Они набрали 67 баллов. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.